МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21+. Продолжает работу в эфире. Вы смотрите информационный блок новостей в студии Андрея Бричко. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности и защиты населения России. Главам регионов поручено разработать дополнительные механизмы адресной помощи и единовременных денежных выплат. В ходе совещания, посвященного мерам социально-экономической поддержки, глава государства анонсировал увеличение размера социальных выплат, включая пособия и пенсии, повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, а также увеличение зарплаты в бюджетной сфере. Отдельное внимание президент уделил регулированию цен и наличию товаров на прилавках магазинов. Обращаю внимание правительства и коллег в регионах. Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего, имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. К слову, в последние дни мурманчане все чаще жалуются на рост цен на продукты и пустые полки магазинов. Особенно беспокоит людей отсутствие сахара. По словам северян, найти его – целый квест. А в тех точках, где запасы все же остались, цены сильно завышены. Так ли это на самом деле, разбиралась Лада Егорова. Одними из первых сахарную проблему почувствовали на себе мурманские кондитеры. Лилия Тарзимина заметила нехватку этого товара в магазинах больше недели назад. Девочек попросила купить сахар. Делали много леденцов на 8 марта. В Магните нет, в Перекрестке нет, нигде нет. Нашли в Ленте. Тогда уже 70 рублей стоил сахар. На следующий день поехали в оптовку, в оптовый рынок. И тоже так же, 70 рублей. С полок исчез именно белый сахар-песок, то есть самый доступный его вид. Кусковой, порционный, тростниковый и прочие более дорогие варианты в магазинах остались. Ажиотаж наблюдается и на крупы, преимущественно на гречку. Пройдясь по нескольким крупным сетям в рабочее время, мы заметили лишь несколько запасливых покупателей. Но по словам продавцов, основной поток бывает утром и вечером. По несколько пачек тележками набирают. Это вот сейчас выходные было, а в будни как-то спокойнее? Нет, даже в будни. В случае с сахаром завышение стоимости и дефицит получился искусственный. В магазинах не ожидали, что месячный запас товара люди разберут буквально за неделю. Представители торговых сетей уверяют, что проблема решится в ближайшее время. Сейчас поставки идут, они просто едут. Еще не доехали, но нам сегодня сообщили, что уже три фуры больше 20 тонн уже на подходе к Мурманску. Поэтому в ближайшее время, я думаю, уже завтра будут полки полные и сахара, и гречи, и всего остального. Однако цены действительно растут. Но на базовых продуктах это пока отражается не сильно. Например, во многих магазинах картошка как была в районе 50 рублей, так и осталась. Ценники на хлеб тоже прежние. Но некоторые товары все же подорожали прилично. Масло, смотрите, как поднялось. Было. Мы вообще брали по сниженным ценам по 109 рублей. Сейчас 179, 180, а то и за 200. Если я минтай брала 290, пришло на выходные 409. Ну, вообще все подорожало. Мясо, яйца. Подгузники, которые я обычно покупаю, сейчас подорожали уже на 700 рублей за пачку. То есть я брала за 1200, сейчас они 1900. В региональном министерстве развития Арктики и экономики говорят, что объективных оснований для паники и закупки товаров впрок нет. Наши торговые сети, они приняли на себя такое обязательство и ограничивают наценку на социально значимые товары в пределах 5%. На самом деле у нас в России более 90% продовольствия производится. И поэтому мы обеспечены им. И, собственно говоря, чтобы подавить вот такие, может быть, негативные настроения, для этого это и делается. Ну и, конечно, чтобы держать цены. В Бурманской области все сетевые магазины не попадают под юрисдикцию ФАС. Ни одна из сетей не занимает более 50% рынка. Поэтому ведомство не может реально влиять на уровень цен. Для решения этой проблемы сейчас служба предлагает изменить действующие законы на федеральном уровне. Распространить действия антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынка. Например, на посредников, которые завышают цены в период повышенного спроса. Либо признать нарушением антимонопольного законодательства действия, когда не соблюдается приоритет поставок на внутренний рынок. Кроме того, расширить основания для выдачи антимонопольным органам предостережений. Антимонопольная служба готова разработать всю документальную базу для предлагаемых изменений в ближайшее время. Решение остается за депутатами Государственной Думы. А пока свою роль должны сыграть покупатели. Не запасаться впрок и не поддаваться панике. Лада Егорова, Николай Лукинов, Илья Бояркин и Сергей Расюк, ТВ21+. Мурманская область готовится к весенним паводкам и началу пожароопасного сезона. Специалисты проводят смотры техники и личного состава, составляют прогнозы. Даниил Скуратов выяснял, стоит ли в этом году опасаться подтоплений. Сотрудники МЧС и Управления дорожного хозяйства выстроились перед техникой. Они готовы доложить о полной готовности к предстоящему сезону паводков, который, по словам специалистов, может начаться уже в ближайшее время. Техника, личный состав к прохождению паводка опасного пожароопасного сезона готова. Созданы необходимые резервы. Техника находится в исправном техническом состоянии. Представители городской администрации уверяют, что жилым кварталом Мурманска в этом году паводки не страшны. Но некоторые районы находятся на особом контроле. Например, русло реки Роста, которое в мае 2020 года вышло из берегов. Тогда была размыта восточная объездная дорога и затоплены склады в промзоне. Многие предприниматели потеряли миллионы рублей. Имеем определенный опыт. Естественно, проводим анализ данной ситуации, которая у нас произошла в 2020 году. Готовим силы и средства к действиям по предназначению. В случае разлива рек в тесном взаимодействии работают МЧС, аварийно-спасательная служба и Управление дорожного хозяйства. На данный момент погода в Мурманске не предвещает паводков. Но если на протяжении нескольких дней будет сохраняться плюсовая температура, снег начнет таять, стекая в водоемы. Данил Скуратов, Борис Савельев, ТВ21+. Для эффективной профилактики чрезвычайных ситуаций нужна современная техника. И в Мурманской области ее становится все больше. Авиалесоохрана приступила к тестовым испытаниям новых беспилотных летательных аппаратов. Современный дрон в сезон пожаров будет оперативно сообщать об очагах возгорания в лесах. Хотя беспилотник – техника сложная, собрать его можно даже в полевых условиях. Перед тестовым запуском технические специалисты лесоохраны заканчивают последние проверки. Приготовиться к проверке вращения двигателя. Один специалист за пультом управления выстраивает траекторию полета. Второй устанавливает дрон на катапульту. Все готово к пуску. Эта камера 360 на беспилотнике, которая сейчас летает над нами, установлена подобная. В пожарный сезон она поможет отслеживать ситуацию в лесах. Эта железная птичка, как называют ее в лесах ранее, может набирать высоту до 5000 метров. Новый беспилотник – быстрый и выносливый. Дальность полета – 90 километров. Время в воздухе – более 4 часов. Максимальной высоты полета – 5000 метров хватит с лихвой, ведь для фиксации очагов возгорания достаточно и 300. Стоит такой аппарат, соответственно, своим характеристикам – 9 миллионов рублей. Мы сразу с момента получения прошли переобучение на предприятии-изготовители в городе Ижевске. И после окончания начали планомерно готовиться к мероприятиям, которых, я думаю, будут не такие активные, как в прошлом году, по мероприятиям по изучению и обнаружению лесных пожаров. Тестовый полет прошел успешно. Благодаря парашюту беспилотник может совершать посадку в любом месте, независимо от сложности ландшафта. Уже в начале мая дрон приступит к боевому дежурству. Александра Пескова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. В Мурманске прошел последний репетиционный ЕГЭ. Причем попробовать сдать тест, испытать на себе все его ограничения и почувствовать волнение перед экзаменом смогли не только дети, но и взрослые. Во второй Мурманской гимназии идет репетиция ЕГЭ. Это последний пробный экзамен, хорошая возможность заранее изучить обстановку и научиться справляться с волнением перед настоящим тестированием. Сегодня у нас участвуют все 11-классники. Заявились, во всяком случае, на экзамен. Более трех тысяч выпускников. Ну, может быть, кто-то болен. Мы по факту узнаем, сколько у нас участников было уже после того, как обработаем материалы, поступившие из пунктов. Сегодня во всех муниципалитетах, во всех пунктах, у нас 31 пункт ЕГЭ, пишут ребятки экзамен. В первой аудитории действительно дети, а уже в следующей взрослые. Родители, которые решили поддержать школьников и заодно проверить уровень собственных знаний. Вот я, например, испытываю такое легкое волнение перед экзаменом. Мы сейчас посмотрели аудитории, как обустроены медпункты, пункты сдачи. И, в общем-то, наша задача здесь, вот, как бы, что называется, в боевых условиях попробовать сделать для детей условия более комфортными. А условия почти спартанские. С собой только паспорт, ручка и вода. Больше в аудиторию ничего нельзя вносить. Взрослые оказываются точно в таком же положении. Для меня, понимаете, ну, неожиданность. Я не знакома с текстами, так же, как и все дети. Я не знаю, какие там задания абсолютно. Конечно, может быть, какие-то нюансы сегодня меня и подведут. Вполне может быть. Результат пробного экзамена не влияет ни на оценки, ни на допуск к ЕГЭ. Однако он вполне может повлиять на уверенность учеников, особенно нынешних. Ведь эти ребята из-за пандемии так и не сдавали ГИА в девятом классе. Всеволод Краснов, Александра Клепцова, Борис Савельев, ТВ21+. Мурманский центр профессионального развития молодежи станет более неформальным. На базе организации создадут сопки. Наряду с привычными кабинетами специалистов здесь появится лекторий, каворкинг и даже своя видеостудия. Был кабинет специалистов. Пока он еще функционирует как кабинет специалистов, в дальнейшем это будет как раз уже тренинговая комната. Марина Платицына проводит нам экскурсию по еще не существующему пространству. Сейчас она начальник Центра профессионального развития молодежи. Девушка в этой должности и останется. А вот ее кабинет скоро поменяет назначение. Здесь планируется ремонт и будет новое молодежное пространство сопки в составе нашего центра, так скажем. Центра профессионального развития молодежи. Теперь ребята от 14 до 35 лет смогут прийти сюда не только за помощью, а чтобы просто провести время без пользы, исключительно ради отдыха. Проекты всех помещений готовы. Здесь появятся лекторий, лаунж-зона, каворкинг и маленькая видеостудия. 50% финансирует муниципалитет, 50% на конкурсной основе мы получаем грант от правительства Мурманской области. Для того, чтобы провести здесь коренную модернизацию с точки зрения не только внешнего вида, но еще и насыщения. То есть это и оборудование, это понятно, и техника. Ремонт планируют закончить к концу года. Новые сопки будут выполнены в едином стиле с остальными. В разных городах области их открылось уже девять. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Мурманский ледовый дворец посетила чемпионка зимних олимпийских игр в Сочи Екатерина Боброва. Она провела для заполярных спортсменов мастер-класс. Уникальный опыт получили участники 62-го праздника Севера учащихся. О том, как это было, расскажет Евгения Гречуха. Изящные движения, яркие костюмы и сложнейшие элементы. Блистать на льду – дело непростое и требует от фигуристов много времени и усилий. Молодых людей в этом спорте не так много. Тимофей Евгенов – один из них. Он впервые вышел на лед совсем малышом в три года. И уже 14 лет не представляет своей жизни без тренировок, выступлений и аплодисментов зрителей. Это очень красивый вид спорта. Мне очень нравится скользить, прыгать, вращаться. А с какими трудностями сталкиваются спортсмены? Мне кажется, в основном спортсмены сталкиваются с травмами. Ну, вот это одна, наверное, из проблем, которая может сильно повлиять на сезон даже. Хорошо. Тимофей убежден, чтобы кататься уверенно, нужно много работать, оттачивать базу, узнавать новые элементы и при любой возможности учиться у лучших. Попробуйте, куда сделать, как я, да? Это нормально. Благодаря поддержке северо-западной фосфорной компании для молодых спортсменов удалось организовать мастер-класс с известной российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой. В гости я отметила хороший уровень подготовки наших юных спортсменов. Есть действительно дети, которые меня впечатлили. Самое главное, что есть дети, вот это, что для тренера важно. Когда что-то плохо получается, я подъезжаю, исправляю и исправляется. Не просто вот пока я смотрю. Потом я откликаюсь на другого человека, возвращаю взгляд на ту, которую исправил, и она продолжает делать правильно. То есть это, знаете, залог успеха. В Мурманской области популярность фигурного катания с каждым годом растет. Ребята занимаются им в Мурманске, Кировске, Апатитах, Оленигорске и Североморске. А педагоги регулярно посещают курсы и семинары. Очень много желающих, кто к нам приходит. Порой даже бывает, что мы не всех деток можем записать в силу того, что у нас ограниченное количество, и тренерский состав не может справляться с таким объемом работы. Сосредоточенные лица и внимательные взгляды ребят – главная награда для тренера. Они, как губка, впитывают каждое слово и движение профессионала, чтобы в будущем применять ценный опыт на тренировках и соревнованиях и, быть может, однажды представить страну на Олимпийских играх. Евгения Гречуха, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Не забывайте про Viber, WhatsApp, а также ищите нас в Телеграме. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области. В Кандалакше сегодня днем плюс два, плюс четыре. Без осадков. Также осадков не предвидится и в Умбии. Там до трех градусов тепла. В полярных зорях сегодня плюс два, плюс четыре. Аналогично, без осадков. В Апатитах плюс два, плюс четыре. Кировск – ноль, плюс два. Осадков не будет. В Кавдоре до пяти градусов тепла. В Манчегорске плюс два, плюс четыре. Облачная погода с прояснением. В Лавозере без осадков ноль, плюс два. А Линьегорск до четырех градусов тепла. В Никеле сегодня плюс один, плюс три. В Заполярном аналогичная погода. А на севере области сегодня тоже до трех градусов тепла. Облачно. Сегодня в Мурманске днем облачная погода с прояснениями плюс один, плюс три. Это были все новости к данному часу. С вами в студии был Андрей Бричко. Всего доброго и до скорых встреч на ТВ 21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова